Как обманчива Амазонка! Она начинается как скудный ручеек. Это самая могучая река в мире, более мощная, чем Нил и Ганг, чем Миссисипи и любая из рек Китая. Высоко в Андах, на отметке больше 18 тысяч футов, среди снегов и облаков она сочится из скального пласта. Струйка кристально чистой воды. Здесь она неотличима от множества других потоков. Некоторые потом низвергаются с западного склона гор, устремляясь в Тихий океан. Иные же, подобно ей, стекают по восточному гребню, совершая, казалось бы, невозможное путешествие к Атлантическому океану и преодолевая расстояние большее, чем от Нью-Йорка до Парижа. На такой высоте воздух слишком холоден, чтобы здесь существовали джунгли или в большом количестве водились хищники. Однако именно в этих местах рождается амазонка, которую питают талые снега и дожди, а сила тяжести увлекает вниз по склонам. Немного поплутав в горах, река резко обрушивается вниз. Набирая скорость, она сливается с сотнями других речушек, большинство из которых настолько малы, что до сих пор не имеют названия. Затем вода втекает в долину. Здесь уже видны пятна зелени. Вскоре к ней сходятся более крупные потоки. Река бурно низвергается на равнины. Ей остается еще 3000 миль до Атлантики. Она неудержима, как и джунгли, которые благодаря экваториальной жаре и обильным ливням постепенно обступают ее берега. Раскинувшись до горизонта, этот первозданный край служит обиталищем самого большого количества видов живых существ в мире. Здесь река впервые становится узнаваемой. Да, это действительно амазонка. Но река по-прежнему не то, чем кажется. Извиваясь, она течет на восток и попадает в огромный регион, напоминающий по форме пустую вогнутую чашу. А поскольку амазонка протекает по дну этого бассейна, в нее вливается около 40% всех южноамериканских вод. И амазонка становится еще более могучей. Местами ее глубина достигает 300 футов. Она петляет мимо Топожоса и Шенгу, двух своих самых больших южных притоков. Мимо Маражо, острова, превышающего по размерам Швейцарию. И в конце концов, покрыв 4000 миль и вобрав в себя воды тысячи притоков, амазонка достигает своего устья, ширина которого 200 миль, и впадает в Атлантический океан. То, что начиналось как ручеек, теперь каждую секунду извергает в океан 50 миллионов галлонов воды. В 60 раз больше, чем мил. Пресная вода амазонки с огромной силой врывается в море. В 1500 году испанский капитан Висенте Пинсон, один из прежних спутников Колумба, обнаружил эту реку, проплывая в нескольких милях от побережья Бразилии. Он назвал ее Мардульче, пресное море. Эту территорию трудно исследовать в любых условиях. Но в ноябре, с наступлением сезона дождей, задача становится практически невыполнимой. А берег бьются волны, в том числе и ежемесячные приливы, называемые здесь пору рока, большой рев. В Белине уровень амазонки часто повышается на 12 футов. В Икитосе на 20 футов, в Обидуше на 35. Мадейра, самый длинный приток амазонки, может разливаться даже сильнее, поднимаясь на 65 футов и выше. При разливах, длящихся месяцами, многие реки вырываются из берегов, мчатся сквозь лес, снося камни, обращая южную часть Амазонии почти в материковое море, которое и находилось здесь миллионы лет назад. А потом выглядывает солнце и испепеляет эти края. Почва трескается, болота испаряются, пираньи в пересыхающих заводях пожирают друг друга, топи превращаются в луга, острова становятся холмами. Так в южную часть бассейна Амазонки приходит сухой сезон. По крайней мере, так было практически всегда, сколько себя помнят люди. Так было и в июне 1996 года, когда экспедиция бразильских ученых и искателей приключений отправилась в здешние джунгли. Они разыскивали следы полковника Перси Фосета, который исчез здесь вместе со своим сыном Джеком и Рейли Раймалом больше 70 лет назад. Экспедицию возглавлял 42-летний бразильский банкир Джеймс Линч. После того, как один из журналистов упомянул в разговоре с ним историю Фосета, банкир прочел по этому вопросу все, что смог найти. Он узнал, что исчезновение полковника в 1925 году потрясло мир. На протяжении пяти месяцев Фосет слал депеши, которые измятыми и перепачканными доставляли сквозь джунгли скороходы индейцы, и которые точно по волшебству в конце концов попадали на телеграфные ленты и перепечатывались практически на всех континентах. Это был один из первых примеров глобального новостного повода, и жители Африки, Азии, Европы, Австралии и Америки, не отрываясь, следили за одними и теми же событиями, происходящими в отдаленном уголке планеты. Эта экспедиция, как писали в одной из газет, захватила воображение каждого ребенка, который когда-нибудь мечтал о неизведанных землях. Потом сообщения перестали поступать. Линч вычитал. Фосет предупреждал, что может несколько месяцев не выходить на связь. Но прошел год, потом другой, и любопытство публики все росло и росло. Может быть, Фосета и двух юношей захватили в заложники индейцы? Может быть, они умерли от голода? Может быть, их зачаровал город Зетт, и они решили не возвращаться? В утонченных гостиных и подпольных барах велись жаркие споры. На самом высоком правительственном уровне шел обмен телеграммами. Этим приключением посвящались радиопостановки, романы. Считается, что Ивлин Во написал свою пригоршню праха под влиянием фосетовской эпопеи. Стихи, документальные и художественные фильмы, марки, детские сказки, книжки комиксов, театральные пьесы, музейные выставки. Фосет заработал себе место в аналах всемирной истории путешествий. И не благодаря тому, что открыл, а из-за того, что утаил. Он клялся, что совершит великое открытие века. Но вместо этого породил величайшую загадку, оставленную нам путешественниками 20-го столетия. Кроме того, Линч с изумлением узнал, что множество ученых-путешественников и искателей приключений пробирались в этот дикий край полной решимости отыскать отряд Фосета, живой или мертвый, и вернуться, принеся миру доказательства существования города Зет. В феврале 1955 года Нью-Йорк Таймс уверяла, что исчезновение Фосета породило больше поисковых экспедиций, чем за несколько веков отправлялись на поиски легендарной страны Эльдорадо. Некоторые поисковые партии погибли от голода и болезней. Иные в отчаянии возвращались назад. Иных убили туземцы. Были и такие, кто, уйдя искать Фосета, так же, как и он, растворился в лесах, которые путешественники еще давным-давно окрестили Зеленым Адом. Поскольку многие такие искатели отправлялись в путь без особой помпы, нет достоверных данных, показывающих, сколько из них погибло. По одной из недавних оценок, общее число жертв достигает ни много ни мало – 100 человек. Казалось, что Линч устойчив к мечтаниям. Высокий, подтянутый, с синими глазами и бледной кожей, он работал в чейс-банке бразильского Сан-Паулу. Он был женат, у него имелось двое детей. Но в 30 лет им овладело странное беспокойство, и он стал на целые дни исчезать в Амазонии, пешком пробираясь сквозь джунгли. Вскоре он принял участие в нескольких изнурительных соревнованиях путешественников. Однажды он 72 часа провел в походе без сна и пересек каньон, балансируя на протянутом канате. «Суть в том, чтобы физически и духовно изнурить себя и посмотреть, как ты будешь себя вести в этих условиях», замечал Линч, добавляя. «Некоторые могут сломаться, но для меня в этих занятиях всегда было что-то опьяняющее». Линч был не просто искателем приключений. Его привлекали не только физические, но и интеллектуальные испытания. И он надеялся пролить свет на некоторые малоизученные стороны нашего мира, зачастую месяцами просиживая в библиотеке за изучением того или иного вопроса. Однажды он пробрался к истокам Амазонки и обнаружил там колонию менонитов, живущую в Боливийской пустыне. Но ему никогда не доводилось сталкиваться с историями, подобными эпопее полковника Фоссета. Мало того, что поисковые партии не сумели выяснить судьбу отряда Фоссета, никто не сумел раскрыть и то, что Линч считал главной загадкой – тайну города Зет. Линч выяснил, что в отличие от других пропавших путешественников, таких как Амелия Эрхарт, исчезнувшая в 1937 году во время кругосветного полета, Фоссет сделал все для того, чтобы его маршрут было практически невозможно проследить. Он до такой степени держал его в секрете, что даже его жена Нина признавалась, что муж скрыл от нее существенные детали. Линч рылся в старых газетах с отчетами об экспедиции. Но из них почти не удалось извлечь какие-то реальные ключи к разгадке. Затем он нашел экземпляр неоконченного путешествия. Собрание некоторых заметок путешественника, отредактированных его оставшимся в живых сыном Брайаном и опубликованных в 1953 году. На полке у Эрнеста Хемингуэя тоже имелось издание этой книги. В путешествии, похоже, содержался один из немногих намеков на последний маршрут полковника. Там приводятся слова Фоссета. Наш нынешний маршрут начнется от лагеря мертвой лошади, где в 1921 году погибла моя лошадь. Хотя эти координаты были лишь отправной точкой, Линч занес их в GPS-навигатор. И тот выдал участок в южной части бассейна Амазонки, в Мату-Гросу. Это название переводится как «густой лес». В бразильском штате по площади, превышающем Францию и Великобританию, вместе взятые. Чтобы добраться до лагеря мертвой лошади, потребовалось бы пересечь едва ли не самые непроходимые амазонские джунгли. Кроме того, пришлось бы проникнуть в области, находящиеся под контролем туземных племен, которые, укрывшись в чаще, яростно охраняют свою территорию. Эта задача казалась невыполнимой. Но как-то раз, сидя на работе и изучая финансовые ведомости, Линч задал себе вопрос. А что если Зет действительно существует? Что если в джунглях действительно таится подобное место? Даже в наши дни на этой территории, по оценкам бразильского правительства, обитает более 60 индейских племен, никогда не контактировавших с внешним миром. Эти леса представляют собой едва ли не единственное место на Земле, где туземные племена способны выжить в полном отрыве от остального человечества. Писал Джон Хемминг, выдающийся историк, изучавший бразильских индейцев, бывший председатель Королевского географического общества. Сидней Посуэло, который не так давно возглавлял бразильское министерство, занимавшееся охраной индейских племен, сказал об этих туземных группах. Никто в точности не знает, кто они, где они, сколько их и на каких языках они говорят. В 2006 году в Колумбии члены кочевого племени Нукак Маку вышли из дебри Амазонии и заявили, что готовы влиться в цивилизованный мир. Хотя они не знали, что Колумбия – это страна, и спрашивали, движутся ли самолеты над их головами по некой невидимой дороге. Однажды ночью, мучаясь от бессонницы, Линч пошел в свой кабинет, забитый географическими картами и разного рода сувенирами из его предыдущих экспедиций. Среди бумаг, относящихся к Фоссету, он набрел на предупреждение, которое полковник некогда сделал своему сыну. «Если при всей моей опытности мы ничего не добьемся, едва ли другим посчастливится больше нас». Но эти слова не остановили Линча, они лишь подстегнули его. «Я должен идти», – сказал он жене. Вскоре он подобрал себе партнера – Рене Дель Мото, бразильского инженера, с которым он познакомился на одном из соревнований путешественников. Месяцами эти двое изучали спутниковые снимки Амазонии, вырабатывая и уточняя маршрут. Линч раздобыл самое лучшее снаряжение – джипы с покрышками, устойчивыми к проколам, рации, коротковолновые передатчики, электрогенераторы. Как и Фоссет, Линч обладал опытом в проектировании кораблей. И вместе с профессиональным судостроителем сконструировал две алюминиевые лодки с достаточно небольшой осадкой, чтобы на них можно было плыть через болото. Кроме того, он собрал аптечку, где были десятки противоядий от змеиных укусов. Свой отряд он формировал столь же тщательно. Он нанял двух механиков, которые могли бы в случае необходимости починить оборудование. А также двух водителей-внедорожников, ветеранов своего дела. Он пригласил участвовать в экспедиции доктора Даниэля Мунаса, известного антрополога-криминалиста, который в 1985 году помог идентифицировать останки нацистского преступника Йозефа Менгеле. И который мог бы определить происхождение любого оставшегося от экспедиции Фоссета предмета, которые они, возможно, найдут. Пряжки ремня, обломка кости, пули. Хотя Фоссетт предупреждал, что большие экспедиции рано или поздно оканчиваются печально, поисковая партия вскоре разрослась до 16 человек. При этом с ними желал отправиться еще один человек. Джеймс. 16-летний сын Линча. Спортсмен, более мускулистый, чем отец. Он ходил с отцом в одну из предыдущих экспедиций и зарекомендовал себя хорошо. Поэтому Линч, как и Фоссетт, согласился взять с собой сына. Команда собралась в Куябе, столице штата Мату-Гроссу. Линч раздал всем футболки с придуманным им рисунком. Следы, ведущие в джунгли. Английская Daily Mail напечатала статью о предстоящей экспедиции под заголовком. Давняя загадка полковника Перси Фоссета вот-вот раскроется? Много дней группа ехала по Амазонскому бассейну, пробираясь неасфальтированными дорогами, испещренными колдобинами и поросшими кустарником. Лес делался все гуще, и юный Джеймс прильнул к окну машины. Протирая запотевшее стекло, он различал над головой кроны деревьев. А когда они расступались, в лес лились потоки солнечного света, и вдруг мелькали перед глазами желтые крылья бабочек и попугаев Ара. Один раз он заметил шестифутовую змею, наполовину погруженную в грязную жижу с глубоким провалом меж глаз. Жарарака, пояснил отец. Это была ямкоголовая змея, одна из самых ядовитых в Северной и Южной Америке. От укуса жарараки у человека начинает сочиться кровь из глаз, и он, как замечает один биолог, кусочек за кусочком превращается в труп. Линч объехал змею, и грохот мотора заставил других животных, в том числе мартышек-ревунов, попрятаться на верхушке деревьев. Похоже, рядом остались лишь москиты. Несколько раз путешественники останавливались разбить лагерь и передохнуть. И, наконец, экспедиция поехала по дороге, ведущей к прогалине близ реки Шингу. Там Линч надеялся сориентироваться с помощью своего навигационного прибора. «Где мы?» – поинтересовался один из его спутников. Линч посмотрел на координаты, высветившиеся на экране. «Мы не так далеко от места, где в последний раз видели Фосета», – ответил он. Сеть ползучих растений и лиан попутывала тропы, и Линч решил, что дальше экспедиции придется двигаться на лодке. Он велел нескольким членам отряда отправиться назад с самым тяжелым снаряжением. Когда он найдет место, где сможет приземлиться легкий самолет, он сообщит координаты по рации, чтобы оборудование доставили туда, по воздуху. Оставшиеся члены отряда столкнули в воду лодки и начали свое путешествие вниз по реке Шингу. Течение быстро несло их мимо папоротников и пальм, мимо бесконечного переплетения растений, поднимавшегося по обе стороны от них. Незадолго до захода солнца Линч вел лодку по очередной излучине, когда ему показалось, будто он заметил что-то на далеком берегу. Он приподнял край шляпы. В просвете между ветвями он увидел несколько пар, глядящих на него глаз. Он приказал заглушить моторы. Никто не издавал ни звука. Лодки вынесло на берег. Днища заскребли по песку, и Линч вместе со спутниками выпрыгнул на берег. И в тот же момент из леса появились индейцы, обнаженные с яркими перьями попугаев в ушах. Спустя какое-то время вперед выступил мощный мужчина. Глаза у него были обведены черной краской. По словам тех индейцев, которые говорили на ломаном португальском и стали выполнять роль переводчиков, это был вождь племени Куйкуру. Линч попросил своих людей достать подарки, среди которых были бисерные украшения, сладости и спички. Вождь, кажется, был настроен гостеприимно. Он дал экспедиции позволение разбить лагерь возле деревни Куйкуру и посадить винтовой самолет на близлежащей поляне. Пытаясь заснуть в эту ночь, Линч-младший думал, «Может быть, Джек Фоссетт тоже когда-то лежал в похожем месте и видел такие же фантастические вещи». Наутро его разбудило восходящее солнце, и он сунул голову в отцовскую палатку. «С днем рождения, папа!» – произнес он. Линч забыл, что этот день – сегодня. Ему исполнилось 42. В этот же день несколько Куйкуру пригласили Линча и его сына искупаться в ближайшем пруду вместе со стафутовыми черепахами. Линч слышал, как приземляется самолет, доставивший остальных членов отряда и оборудование. Участники похода наконец собрались вместе. И тут они увидели индейца, бегущего к ним и выкрикивающего что-то на своем наречии. Куйкуру мигом выскочили из воды. «В чем дело?» – спросил Линч по-португальски. «Беда!» – ответил один из Куйкуру. Индейцы побежали к своей деревне. Линч с сыном последовали за ними. Когда они добрались до деревни, их встретил один из членов отряда. «Что тут творится?» – осведомился у него Линч. «Они окружают наш лагерь!» Линч увидел, как к ним ринулись больше двух десятков индейцев, вероятно, из соседних племен. Эти туземцы тоже слышали звук самолета. У многих голые тела были все в полосах красной и черной краски. Они несли с собой луки с шестифутовыми стрелами, копья и старинные винтовки. Пять членов отряда Линча кинулись к самолету. Пилот еще сидел в своем кресле, и пятеро прыгнули в кабину, хотя она была рассчитана на четырех пассажиров. Они закричали пилоту, чтобы тот взлетал, однако он, похоже, не понимал, что происходит. Но тут он посмотрел в окно и увидел, как к нему несутся несколько индейцев, наводя на него луки. Когда летчик запустил двигатель, индейцы уцепились за крылья, пытаясь не дать самолету оторваться от земли. Пилот, опасаясь, что машина станет слишком тяжелой, выбросил из окна все, что смог – одежду и бумаги, которые закружились на ветру, поднятом винтами. Самолет загромыхал по импровизированной взлетной полосе, подпрыгивая, ревя, маневрируя между деревьями. За считанные секунды до того, как шасси оторвалось от земли, последний из индейцев разжал руки. Линч смотрел, как самолет исчезает в небе. Банкира овевала красная пыль, которую машина подняла при взлете. Молодой индеец, тело которого было полностью покрыто краской и который, по-видимому, возглавлял нападение, направился к Линчу, размахивая бордуной – четырехфутовой дубинкой, какими здешние воины пользовались, чтобы размажить голову тому или иному врагу. Он загнал Линча и 11 оставшихся участников экспедиции в маленькие латчонки. «Куда вы нас везете?» – спросил Линч. «Вы наши пленники до конца жизни», – ответил юноша. Молодой Джеймс пощупал крест, висящий на шее. Линч полагал, что настоящее приключение начинается лишь тогда, когда, по его выражению, случается какая-нибудь пакость. Но такого он совершенно не ожидал. У него не было плана обороны, не было нужного опыта, у него даже не было с собой оружия. Он сжал руку сына. «Что бы ни происходило», – шепнул ему Линч, «ничего не делай, пока я тебе не скажу». Лодки свернули с главного русла реки и устремились вниз по узкому протоку. Пока они плыли вглубь джунглей, Линч обозревал окружающее. В кристально-прозрачной воде кишели радужных цветов рыбки, а растительность на берегах становилась все гуще и гуще. Он подумал, что это самое прекрасное место из всех, что он видел в своей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова